Привет, народ! И да, я совсем долбанулся, раз вы видите этот ролик. Сегодня мы с вами поиграем за Лихтенштейн в мире игры Hearts of Iron 4. Точнее, это модификация New Ways, где у каждой страны есть своё древо фокуса, даже у Лихтенштейна. Правда, она настолько маленькая, что играть мы будем через стандартное. Также, ребят, кое-что ещё вам нужно сказать. Играть мы будем без исторического фокуса, хотя можно было бы и с ним, в принципе, но мне кажется, без исторического фокуса будет, по крайней мере, веселее. Вот такие настройки я выбрал в New Ways, и то есть у нас будет один избранный анархист во всём мире. Также, ребят, что я ещё хочу сказать, сегодня я решил немножко усложнить игру, сделать её более-менее реалистичной. Цели войны всегда без ограничений. Любая страна может опрадовать цели войны на другую страну. Будь то демократ, будь то нейтрал, будь то фашист и так далее. Короче, вы меня поняли. Это нам, во-первых, усложнит очень сильно игру, а во-вторых, возможно, возможно, даже упростит её в будущем. Надеюсь хотя бы на это. Всё остальное я здесь не трогал, гарантии независимости у нас остались, отзыв гарантии осталось, всё остальное осталось. Никакие настройки иишки я здесь не задействовал, никого не усилял и не планировал. Поэтому, ребят, давайте долго не будем с вами томить, давайте, наконец-то, загрузимся за нашу микространу и попробуем хоть что-то с ней придумать. Надеюсь, у нас это получится, и мы покажем, кто тут настоящий царь горы. А перед началом этого видеоролика, прошу тебя поставить лайк, подписаться на канал и пиши комментарии. Это серьёзно помогает продвижении данного ролика. Большое тебе спасибо. Запускаться буду именно при вас, и при вас я буду начинать прямо сейчас этот ролик, чтобы ко мне не было никаких претензий. Искал, ты вот играешь нечестно, у тебя не включен Айронмен. На самом деле, это всё бред, и я вам сейчас докажу. Видите, тут невозможно сохранить игру. Я вот кликаю, кликаю, она не сохраняется. Настройки игры можно, загрузить игру можно, но вот сохранить нельзя. Надеюсь, на этом всё. Итак, друзья, добро пожаловать в этот мир. Ну, во-первых, друзья мои, мы являемся с вами вассалами Швейцарии. Вот такой вот маленькой, но довольно интересной страны. Что касается, ребят, нашей страны, то у нас ноль фабрик, ноль военных заводов, ноль верофей. Кстати, как вам мой ник в МПК от КХ? Классный же. Давайте зайдём в национальные фокусы. Вот эти национальные фокусы — это говно. Извините меня, пожалуйста, они нам не нужны. Мы будем с вами отыгрывать через общее древо фокусов, а точнее, через вот такое вот нормальное древо фокусов, где мы сможем с вами поделать что-то интересненькое. Я проводил несколько тестовых каток, и хочу вам кое-что сказать. Во-первых, нам с вами придётся задействовать очень активно две веточки национальных фокусов. Во-первых, это экономические новшества, это наша промышленность, обязательно её будем исследовать. А во-вторых, это порядок в стране и ослабление связи с метрополией. Здесь нам нужно, ребят, как можно скорее выходить из-под вассалитета Швейцарии, что сделать будет довольно трудно. Два варианта — искать поддержку, либо объявить войну Швейцарии за независимость. Если Швейцария согласится, да, она отдаст нам независимость, но если откажется, то будет война. Гражданская война. Кроме всех таких приколбасных вещей, хочу сказать, что у Лихтенштейна откуда-то четыре ячейки для исследований. Это нам очень сильно пригодится. Спасибо тебе большое, Разраб, что добавил четыре ячейки Лихтенштейну. Ребят, играем мы еще с одним саб-модом, который мы с Челиком сделали самостоятельно, специально для этого мода. Смотрите, если мы перелеснем вниз, то увидим с вами вот такую вот колоночку. При 10 политвластия мы получим с вами тысячу людских ресурсов. Вы меня спросите, искал, но это как-то нечестно. Это можно сказать, ты просто накручиваешь себе людей. Я вам на это просто отвечу напросто. Ребят, я провел с этим модом две катки. Ни одну из них вы не увидели, потому что они все провальные. На самом деле, вот эта вот фича позволяет нам просто сделать ролик более-менее интересным, потому что людей нам неоткуда брать. Даже если через анархистов мы с вами пойдем, у нас все равно будет зависеть наше количество рекрутов и дивизий от количества всего людей в нашей стране. А людей всего в нашей стране 11 тысяч. Играть за Лихтенштейн без этой штуки бесполезно. Кстати, ссылочка на эту модификацию будет в описании. Если вы сами хотите поиграть за какую-нибудь макространу, качайте, играйте и попробуйте нагибать. И я посмотрю, как вы это будете делать. Ну что же, господа, начнем с национальных фокусов, возьмем себе порядок в стране, приведем нашу страну, как говорится, к нормальному виду. Что касается наших исследований, то тут все стандартное. Это базовые станочки обязательно, также строительство 1, и не забываем, конечно же, про электронику. Что касается дальнейшего нашего с вами исследования 4, то тут можно на ваш выбор. Я бы остановился лучше всего на какой-нибудь доктрине. Для Лихтенштейна мне нравится всего лишь несколько доктрин. Это доктрина 2, доктрина 3 для обороны, если вы хотите играть через оборону, доктрина 5 и доктрина 4. Все эти доктрины, можно сказать, идеально вписываются для нашего Лихтенштейна, но я выберу доктрину войны на истощение. Попробую поиграть с этой доктриной, мне кажется, она будет намного-намного круче. Ну что же, ребят, дальше нам ничего не остается, кроме того, как просто запустить наше с вами время. Да, время полетело, летит оно не так уж и быстро, я бы сказал. Политическая власть у нас потихонечку копится, 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 и на этом ей спасибо. Вообще, ребят, у нас сейчас будет с вами огромная проблема с тем, что нам неоткуда будет брать опыт армии. Посмотрите, какие у нас дивизии есть на старте. Эта дивизия состоит из 100 человек, просто 100 человек, ребят. Пехотного снаряжения 10, ширина фронта 2, организация 60, противопехотная атака 6, защита 22. Чем быстрее, ребят, мы с вами покончим со Швейцарией, я имею ввиду выдим из-под ее вассалитета, тем для нас будет намного-намного лучше, потому что мы должны разрастаться очень-очень быстро. Вообще, ребят, мы находимся в таком положении, когда против нас, считай, весь мир готов воевать и хочет воевать. Французское королевство объявляет войну французскому синдикату. Прикольно, прикольно. Во Франции началась гражданская война. Так, смотрите, у нас политической власти уже 150 практически, и здесь нам нужно с вами будет взять рабочую лошадку, чтобы прирост политвласти был еще больше. Да, ребят, лучшую лошадочку, у нас еще 44 политки остается, значит, что мы с вами делаем? В принципе, давайте наймем первых наемников для Лихтенштейна, потратим, ну, всю нашу политку, контроль над внутренними делами. Вот что у нас было по фокусам, этот фокус у нас пропустился, хорошо, но смотрите, дальше мы берем с вами контроль над промышленностью. За 50 дней мы получаем с вами две фабрики, две фабрики для Лихтенштейна за 50 дней. Это уже хоть что-то. Синдикаты очень быстро победили своих монархистов, фашистов, и теперь у нас появилась такая вот интересная страна. Также у нас легитимность изменилась, теперь она у нас средняя. Смотрите по национальным фокусам, что мы с вами будем делать. Как только мы получим с вами контроль над промышленностью, в принципе, можно взять экономические новшества за 70 дней и дальше пойти в вложение в тяжелую промышленность. Получите один военный завод, хотя бы, чтобы у нас была с вами пехотка. Либо, ребят, тут другой вариант, который я еще не пробовал, это типа забить полностью на пока что веточку с промышленностью и брать пехотные снаряжения, там артиллерию до поснащения автотранспорта, ЛТшки и так далее именно через покупку вооружений. Мне кажется, такой вариант намного-намного симпатичнее и прибыльнее. Но мне так кажется. Кстати, ребят, если вы спросите, что это за баночка, это мод на покраску стран. Последнее время я только с ним играю. Очень классный и очень полезный мод. Контроль над промкой. Фокус у нас национальный был завершен. Прекрасно. В принципе, можно даже построить один военный завод у нас. На строительство это будет очень долгое, мне кажется. Давайте возьмем льготы для коренных жителей, получим военнообязанное население, социальную инфраструктуру, значит людей в нашей провинции будет становиться все больше и больше. Вооруженный народ. Исследование завершено, дальше мы сразу с вами продолжаем качать доктрину. У нас одно исследование всегда должно уходить на доктрину, чтобы мы имели с вами бонусы, имели много бонусов, которые нам будущим очень сильно пригодятся. Ну что же, у нас политики стало намного больше, и мы давайте купим с вами пехотного вооружения. Потратили 50 политвластей, и теперь, говорит, да, мы можем с вами выпустить первые наши с вами дивизии Лихтенштейна. На данный момент это вот такая вот кавалерия. Давайте прокачаем артиллерию, почему бы и нет. Смотрите, ребят, мы уже с вами доминион, и уже можем стать свободным государством через вот эту вот иконочку. То есть мы можем даже не заканчивать вот эту всю ветку, а вот знаете, ребят, я на самом-то деле закончил бы вот эту вот всю веточку фокуса, потому что здесь фокусы и бонусы за 50 дней такие, что, мама не горюй, они очень классные. Народные добровольцы на 365 дней, еженедельные людские ресурсы плюс 1500. И так год, это же круто. Наши будущие с вами враги уже потихонечку, потихонечку укрепляют свои дивизии. Смотрите, у Швейцарии есть саперочка, разведрота в поддержке, с ними воевать очень трудно будет. Я, конечно, не уверен, сможем ли мы с вами захватить Астрию или ее быстрее капнет Третий Рейх, ну, точнее, аншлюзнет. Смотрите, на рынке появилась артиллерия, мы можем сейчас купить 200 штук арты и можем, в принципе, сегодняшнее вооружение нам всегда пригодится, а дальше мы продолжаем с вами изучать нашу веточку политики на бунт, ослабление связи с метрополией. Кстати, скоро у нас будет построен первый Лихтенштейнский военный завод, ура, 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 мы будем с вами производить свое собственное пехотное вооружение, дальше пехотку мы будем сами производить и закупать артиллерию и допоснащение у разных стран, мне кажется, такой вариант намного-намного круче. О, на рынке еще артиллерия и еще допоснащение, да давайте купим, нам не жалко артиллерии и допки, отлично, ребят, я рад. И сейчас мы еще в добавок получим с вами сотку политвласти, да, получили мы сотку политвласти, теперь мы можем стать свободным государством, также у нас появилось, во-первых, два военных завода после завершения этого национального фокуса, короче, у нас два военных завода появилось, это уже круто, никакие ресурсы мы пока что закупать не будем, мы просто с вами идем в равенство. И за 150 дней получаем вот эти бонусы, на все остальные фокусы просто-напросто забиваем и уже начинать надо нам подготавливаться к более таким насущным вопросам. Во-первых, я думаю, мы успеем за 150 дней поднакопить политвласть, поэтому в принципе, ребят, берем с вами военного теоретика, чтобы у нас скопился опыт армии, это тоже очень важно, дальше можно взять мастера на оборону, будущим поменять на мастера наступления, что я еще хочу вам сказать, у нас нету прямо политика, которой у нас занимается армией, то есть пехоткой и так далее, у нас есть политик на артиллерию, политик на огнебетные войска, поэтому сейчас я и прокачиваю артиллерию, да, ребят, прокачиваю ее как можно скорее, как можно лучше. Равенство, национальный фокус у нас был завершен, отлично, дальше, быстрее берем ставку на массы, просто моментально, разоблачение правительства Либерии, недовольство простого народа в Либерии достигло точки кипения, вылившись митинги и ультиматум правительству, вот это нифига себе там в Либерии дела происходят, что ожидали, к Тонштайну дошли новости, блин, мне бы такого политика, рост эффективности производства 10% и темпы исследований 5%. Завершилось исследование у нас доктрины, начинаем сразу же новое исследование доктрины, дальше мы сразу с вами продолжаем изучать пехотное снаряжение, в принципе, сейчас у нас все проходит более-менее гладко, хорошо. Начинаем изучение народной армии, ребят, а также, ребят, также, ребят, если мы сильно не будем тупить, то мы даже, наверное, с вами успеваем захватить Австрию, возможно, когда мы с вами освободимся, я первым делом пойду захватывать именно Австрию, мне кажется, Австрию будет захватить полегче, чем Швейцарию, тем более, если мы захватим с вами Австрию, у нас откроется путь в Югославию, Венгрию, Чехословакию, Румынию, Болгарию, то есть этим нужно пользоваться. У нас накопилось с вами 10 опыта армии, это на самом-то деле не очень-то и много, но давайте с вами создадим первые наши нормальные пехотные дивизии, вот так они будут выглядеть пока что. Ну что же, национальный фокус у нас завершился, теперь мы просто делаем вот так, бац. 300 политвластий у нас улетело просто никуда, но теперь мы с вами свободное государство, и можем оправдывать цели войны на кого захотим, это же просто потрясно. Что мы делаем дальше с вами, ребят? Давайте возьмем армейскую реформу, получим опять же опыт армии, сейчас опыт армии для нас самый-самый важный, около 10-11 дивизий уж точно у Австрии есть, и на поле боя у нее около 80-60 тысяч человек, придется нам наемников, наверное, много нанять. Эфиопия капитулировала, победа Бенита Муссолини, ну, как всегда, короче, я чего-то не удивлен. Дальше, что мы будем с вами делать? Ну, во-первых, в принципе, можно уже взять специалиста на оборону, как вариант, хотя его можно взять перед самой войной, эффект будет точно такой же, давайте лучше возьмем военную экономику, так, заделаем на будущее. Две фабрики у нас сразу же с вами появляются в нашем активе, кстати, я не знаю, какой фокус у нас изучает третий рей, возможно, он уже аншлюз делает, это будет очень печально, если это так. Ну, давайте рискнем, прямо сейчас будем оправдывать цель войны на Австрию. Можно сохранить игру, пожалуйста? Просто, а нет, нельзя, Iron Man. Сейчас начинается самый важный у нас, ребят, с вами момент, нам главное с вами не сплоховать, подготовить качественную армию, и все будет хорошо. Что мы здесь можем взять? Давайте возьмем профессиональную армию, здесь у нас не будет военнообязанного населения, здесь у нас будут бонусы, а бонусы намного важнее, мне кажется. Давайте изучим саперную роту 2, нам нужно иметь с вами хоть какое-то технологическое преимущество над нашими врагами. Австрия уже подвела вот столько вот дивизий на нашу с вами территорию, и прикиньте, мы уже с вами захватываем типа Австрию, дошли до Вены, и тут третий рейх такой, аншлюз. Австрия становится частью Германии, и я такой, сижу, понимаю. Дальше мы просто будем сейчас стараться укреплять наши дивизии пехотой, и еще пехотой, чтобы была защита хоть какая-то, и потом, когда мы завершим с вами национальный фокус, который нам даст с вами 10 опыта армии, мы сюда с вами запихнем поддержку артиллерии, и, конечно же, запихнем сюда саперную роту. Йоу, друзья, через два дня у нас будет завершена профессиональная армия, поздравляю вас всех с этим достижением. У нас теперь очень много интересных бонусов на армию, мы теперь как бы такая военная, армейская страна. Что мы делаем дальше? Можно, конечно, взять наступательную стратегию, бронительную стратегию. Знаете что, я вот так посмотрел, наступательная стратегия по бонусам намного-намного круче, атака дивизии шире. Тут всего лишь засчитано на национальной территории плюс 7%, не густо. Ну что же, друзья, получили мы с вами еще немножечко пехоточки, это замечательно. Ну что же, как я и говорил, давайте, наверное, сюда сразу же запихнем с вами арту. Главное нам, ребят, продержаться начальной стадией войны, и это будет огромный-огромный успех. А то, если мы проиграем, как-то, ну как-то некрасиво будет. Давайте закупим пехотного вооружения, еще с вами закупим наемников. Теперь нам надо ждать политвластью, чтобы взять специалиста на оборону. Так, ну что же, меняем теперь вот этот пехотный батальон, а вот этот пехотный батальон, и того у нас с вами уже неплохая дивизия шириной фронта 10. Для Лихтенштейна, ребят, это неплохая дивизия, уж поверьте. Итого, ребят, у нас еще один военный завод появился. Хорошо, хорошечно, я бы даже сказал. Будем производить пехотное вооружение и закупим, пожалуй, у французского синдиката немножечко стали. Национальный фокус завершен, получили мы еще с вами дополнительно 10 опыта армии. Что мы дальше с вами делаем? А дальше мы с вами получаем политическую власть. Политическая власть на данный момент нам очень сильно нужна. Добавляем также в наши дивизии саперную роту и еще один пехотный батальон. Будем потихонечку укрепляться, потому что война уже не за горами. До войны остается совсем мало времени. Черт, а солдат мало. Твою же... Ё-моё! Германия съела у нас Австрию. У нас тут остается Швейцария. Давайте Швейцарию захватим, че уж нам. Я изначально хотел, конечно, Швейцарию захватить, но я такой Ё-п-р-с-т-э, аншлюз произошел. Ну ладно, мы из этой задницы выкрутимся с вами. Главное не расстраиваться и продолжать делать наше бравое дело. Национальные фокусы у нас доступны. Дальше мы с вами продолжаем изучать доктрину. Чем быстрее мы ее будем изучать, тем для нас будет намного-намного лучше. Блин, и мне очень сильно начинает не нравиться то, что у нас происходит во всем мире. Мировая напряженность очень сильно выросла. Главное, чтобы никто не заступился у нас за Швейцарию. Пожалуйста, не заступайтесь за Швейцарию. Дайте мне ее захватить. Хотя бы кого-то захватить. Давайте закупим с вами легких истребителей. В войне со Швейцарией нам это пригодится. Для этого нам придется с вами построить аэродром. Мировая напряженность 55%. Большое тебе спасибо, Япония, что в этот момент, в эту эпоху. Эх, черт. Ну, получается, на раскачку нам дается, вот знаете, два года, да? Если прямо идти по фокусам и не делать ошибок. А то с ошибками можно и до 41-го года раскачиваться. У меня есть более-менее армия. У меня есть даже укрепление. Хоть одно, но есть укрепление. Десять дивизий с саперкой, артой. Тем более тут горы, тем более тут реки по-любому на нас будут упарываться со всех сторон швейцарские солдаты. В принципе, можно расформировать вот эту вот кавалерию. Она нам пока что не нужна. И сделать побольше пехотных дивизий. Хотя бы еще две пехотных дивизии нам пригодится. 31 октября у нас будет готова война. Осталось подождать чуть больше месяца. Ну ладно, хорошо. На поле боя у нас уже 76 тысяч солдат. Хотя в нашей стране, ребят, проживает. Сколько в нашей стране проживает? 12 тысяч человек. Так, а вот на поле боя у нас 76 тысяч солдат. И еще 22 тысячи солдат подготавливаются. Вот он, великий Лихтенштейн, суперядерная держава. Но мне кажется, в принципе, мы должны с вами выносить Швейцарию. Я хочу в это верить. Я хочу на это надеяться. Швейцарию никто не гарантийт. А значит, в принципе, нам нужно еще немножко нанять наемников. Давно не испытывал такого напряжения. Мне очень страшно сейчас нападать на Швейцарию. Я думаю, она меня сейчас несет просто в пыли прах. Но у нас горы, у нас реки. И у нас героическая оборона. Так, ребят, ну что, давайте закупим с вами наконец-таки артиллерию, пожалуйста. Спасибо большое. Теперь у нас хотя бы артиллерия есть. Так, ребят, давайте еще наемничков на все наши оставшиеся сбережения политической власти. И что же, друзья, нам, походу, сейчас придется с вами нападать. Объявляем войну Швейцарии. И давайте поставим вторую скорость и включим вынужденную оборону. Потому что я уже знаю, что сейчас будет. О, хорошо пошло. Ой, как хорошо. А хороша у нас оборона. Идеальная, я бы сказал, для таких дивизий. Ой, как хорошо мы с вами обороняемся, ребятушки. Выборы правительства лишилось доверия. Давай изменим политический ландшафт. Мне кажется, мы вообще организацию не теряем. У нас открылись разведданные, ребят. Мы вообще организацию не теряем? А нет, теряют организацию. Все, все, окей. Все-таки мы теряем потихонечку организацию. Но мы просто сейчас включим еще раз героическую оборону. И в принципе, ребят, давайте разрабатывать новую доктрину. Почему бы и нет? Да, организация падает все-таки, ребят, извините. Я думал, у нас организация вообще не падает. Я думал, вот эту я оборону выстроил. Ладно, она все-таки потихонечку падает. Но Швейцария на нас упарывается очень знатно. Можно почаще так упарываться. Так, еще раз героическую оборону. Сейчас мы просто сожрем все оснащение всех солдат у Швейцарии. Наверное, пойдем в свою героическую контратаку. Потому что, смотрите, они нападают через реку и на горы. На заснеженные горы, на минуточку. Да, атакуют с нескольких направлений. Но у нас, во-первых, очень много бонусов на армию. Очень хорошие бонусы. И организация дивизий. Скорость восстановления. И еще раз организация дивизий. И скорость восстановления дивизии. У нас сейчас армия, если не самая сильная в мире, то одна из самых сильных в мире. Да, организация падает у нас. Но падает она очень-очень так медленно. Смотрите. Хотя сейчас начало падать намного-намного быстрее. Ё-моё, там Бельгия уже захватила революционистов во Франции. Ремонтную роту надо было еще добавить. А у нас генерал уже прокачался. Офигеть. Давайте опытного партизана ему. Фельдмаршал пока что не прокачался. А вот генерал очень жестко прокачался. Хитрый лес. Горный стрелок. Опытный партизан. А наш генерал продолжает и продолжает прокачиваться. Смотрите. Организатор, командующий пехоты, любитель авиации скоро будет. И самое главное, нам потихонечку опыт армии падает. С людьми проблем нету. Единственное, нам нужно постоянно держать героическую оборону. Швейцария уже потеряла 200 тысяч солдат на поле боя, когда мы всего лишь 4 тысячи солдат. Вы просто вдумайтесь, ребят. 4 тысячи солдат на 200 тысяч. Как только наш генерал получит организатора и командующий пехоты, пробиваться врагу вообще будет нереально. Вообще нереально. Невозможно, я бы даже сказал. Кстати, а нам нужно с вами постоянно продолжать прожимать героическую оборону. Потому что без героической обороны тут нечего делать. Смотрите, они не хотят давать нам восстанавливать организацию, поэтому вот так постоянно нападают. Но это им ничего не дает. Вот 230 тысяч солдат потеряла Швейцария, когда мы всего лишь с вами потеряли 5 тысяч солдат и 300 человек. Это, это позор. Это позор для Швейцарии. Ладно, допустим, мы оборону хорошую с вами держим. Другой вопрос, как мы теперь будем пробиваться на территорию Швейцарии. Потому что тут тоже везде реки и горы. Знаете, ребят, что еще с вами сделаем? Давайте наймем наемника, потому что у нас стало очень мало людских ресурсов. 5 тысяч это уже за гранью добра и зла. Примерно вот столько мы закупили еще наемничков через Германию. Раз, два, три. Не, пока что пробиваться все-таки трудновато, трудновато. Зато у нас летела укрепленность, и типа Швейцария попробовала этим воспользоваться, но, как вы видите, неудачно от слова совсем. Ну что, друзья, наш генерал прокачался с вами вот на такие трейты. Буквально за несколько дней, недель, месяцев войны. Мы ему еще можем прокачать мастера засада. Это очень жестко. Вот это прям очень жестко. Никто вообще не пробьется на нашу территорию, даже если сейчас Германия нападет вообще без шансов с такими вот трейтами и вот с таким вот генералом. Знаете, что сделаем? Давайте попробуем через вынужденную атаку пробиться вот в эти вот самые горы. Либо можно вот сюда пробиться. Давайте попробуем без вынужденной атаки пробиться. А мы пробиваемся. Вынужденную атаку включаем. Итак, ребят, давайте не будем терять больше времени. Давайте быстрее окружать противника, пока он не подвел и не укрепил свои резервы. Мы должны это делать просто моментально. Просто с разных направлений будем стараться атаковать нашего противника, окружать и пробовать уже захватить Швейцарию. Так, Цурик мы взяли, но вот сюда противник идет. Здесь мы дивизию оставляем. Здесь у нас дивизии противника в котел попали. Это просто потрясно. Дальше начинаем уничтожать эти дивизии противника в котле. И дальше за нашу вот такую вот дивку просто продолжаем захватывать все города, которые только остались у Швейцарии. Женеву нужно брать обязательно. Женеву. Без Женевы ничего не будет. Упадет Женева, упадет Швейцария. Швейцария капитулировала. Да, как я давно не радовался. Ну ладно, теперь захватываем все регионы Швейцарии и... Бабам, бабам. Лихтенштейн забирает. Пять регионов государства Швейцария аннексированы. И теперь вместо Швейцарии у нас появился вот такой вот красочный, красивейший Лихтенштейн. Смотрите на Бельгию. Бельгия у нас захватила Париж, Францию и типа... Что за бред? Бельгия у нас в союзе с бельгийским Конго и Фландрией. Вот с этой маленькой Фландрией. Слушайте, я походу нашел нашу дальнейшую цель на завоевание. Так, ну что же, ребят. Поздравляю всех. Мы с вами захватили. Мы с вами смогли захватить за Лихтенштейн Швейцарию. Это огромный, огромный результат. Опять же, повторяю, все это дело в Iron Man. Видите, не могу сохранять игру. Это Iron Man. Вся промка, все население Швейцарии полностью перешло под наш контроль. Наша провинция, наша, знаете, изначальная провинция. Глядите, какая сильная стала. Тут, во-первых, проживают для нас тысячи человек, но это неважно. Тут у нас в нашей провинции, нашей столице. Пять военных заводов, две фабрики, чтобы вы понимали, насколько мы продвинутые с вами. Что касается дивизий с этой каточки, то вот они, наши чемпионы, ребят. Вы сами наблюдали, как я развивал эти дивизии, как я развивал нашу страну. И вот это самое-самое интересное. То есть вы можете их повторить вообще без какой-либо проблемы. А если будете даже немножко-немножко быстрее, чем я, сможете сюда запихнуть артиллерию, и вам будут все нипочем. Вы просто не будете никого замечать. Что касается доктрины, очень доволен я вот этой вот доктриной. Во-первых, военнообязанное население. Во-вторых, очень хорошие бонусы на нашу пехотную армию. Инициатива, организация и так далее. Еще вот эти бонусы не забываем. Тут тоже у нас много бонусов. Это, во-первых, организация противопехотной атакы плюс 20% ротобеспечения. А мы играли с вами с ротами. Артиллерия и саперочка. Этот ролик официально, можно сказать, подошел к концу. Продолжения его, скорее всего, не будет. Но если вы сильно захотите, я могу попробовать что-то склепать, поиграть, опять же, за Лихтенштейн, захватить Бельгию и всю Францию вместе с Испанией. Ну, типа, вы понимаете, что это уже будет намного-намного проще. Когда у меня будет население Швейцарии, когда у меня будет промка, когда я пойду изучать нашу веточку политики. Потому что здесь можно подружиться и с Советским Союзом, и с Германией, и с кем ты, блин, захочешь. Можно даже анархистов привезти. Поэтому вот такая вот ситуация. С вами был Искал. Я обещал вам данный ролик. Я его сделал. А ты уж не поленись. Поставь лайк, подпишись на канал и пиши комментарии, как тебе данный ролик. Понравился или нет? Буду рад услышать твое мнение. Ссылочка на мод в описании. Ссылочка на группу ВК и на Дискорд в описании. Вступайте во все эти паблики. Я там часто общаюсь с подписотой. Всем удачи и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!